Здравствуйте! В эфире Банкер ТВ. Сегодня в программе. Российский рынок акций закрылся снижением. Аффилированность с государством выгодна банкам. Прогноз валютного рынка на эту неделю. От чего зависит развитие финансового IT-сектора. В ближайшие годы в России останется 800-900 банков. А теперь подробнее об этих и других темах. Российский рынок завершил длинную рабочую неделю в миноре. По итогам торгов индекс РТС опустился до уровня 1 606,08 пункта. Индекс ММВБ снизился до отметки 1 541,10 пункта. Полностью котировки мировых валют, динамику движения курсов смотрите на сайте банкир.ру. Проблемной зоной российской банковской системы остается ее тотальная зависимость от государства. Об этом в интервью банкир.ру говорит экс-главный редактор журнала «Банковское обозрение», руководитель школы эффективного текста Андрей Мирошниченко. Он назвал основные болевые точки российского банкинга. Это аффилированность с государством. Сегодня аффилированность с государством – важнейшее конкурентное преимущество, говорит эксперт. Но стратегически это огромная беда, потому что банкинг зависит не от клиента, а от государства. И вынужден делать не то, что хорошо для клиента, и даже не то, что нужно для получения прибыли, а то, что позволяет тебе выжить в общении с чиновниками. Полностью интервью с Андреем Мирошниченко читайте на сайте банкир.ру Мы говорим о ситуации на рынке Форекс с главным аналитиком компании «Макси Форекс» Владимиром Севашовым. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Закончилась очередная биржевая неделя. Что вы можете сказать об исполнении ваших предыдущих прогнозов по евро и фунту на прошедшей неделе? Ценовое движение валютной пары евро-доллар на торгах прошлой недели соответствовало нашим ожиданиям и нашему предыдущему прогнозу за период с 8 по 12 ноября. Мы предполагали снижение пары евро-доллар к установленным целевым уровням. Фактическое движение валюты подтвердило правильность нашего прогноза. Инвесторы на прошедшей неделе активно продавали единую валюту, опасаясь усиления долговых проблем в странах еврозоны. Поддержку продавцам оказало также резкое снижение показателей производственного сектора Германии и усиливающиеся перспективы дефолта в Ирландии, Испании и Португалии. С другой стороны, американская статистика всю неделю демонстрировала позитивные экономические показатели. На этом фоне курс евро по отношению к доллару снизился от цены закрытия предыдущей пятницы 1.40.31 до минимального уровня недели 1.35.74, пройдя на снижение почти 460 пунктов и достигнув 6 целевых уровней нашего прогноза на снижение. Прогноз по паре фунт-доллар предполагал снижение курса британской валюты относительно доллара США к установленным целевым уровням. Фактическое движение пары подтвердило наши ожидания. После открытия торгов курс пары начал снижаться, установив минимальный уровень недели на отметке 1.5953. Настрой рынка по британской валюте в течение недели оставался позитивным. Это, вместе с довольно сильными экономическими данными из Великобритании, удержало фунт от дальнейшего падения. Пара снизилась от уровня закрытия предыдущей недели 1.6181 почти на 230 пунктов, достигнув на снижение трех целевых уровней нашего прогноза. Владимир, какой прогноз по евро вы можете сделать на следующую неделю? Как мы и предполагали, курс евро относительно доллара США завершил на прошлой неделе восходящий цикл, в котором он находился с июня месяца. Сейчас пара евро-доллар развернулась на нисходящее движение, которое, по-видимому, станет основным для нее на ближайшие месяцы. Пара уже прошла на снижении от разворота более 700 пунктов. На следующей неделе мы ожидаем продолжение снижения пары к целевым уровням 1.3510, 1.3437, 1.3384, 1.3290 и 1.3240. Вблизи уровней 1.3510 и 1.3384 возможны коррекционные откаты пары от предыдущих снижений. А что ожидает пара фунт-доллар? Курс британской валюты в паре с американским долларом начал, наконец, развивать на прошлой неделе нисходящее движение. Правда, попытки эти пока еще довольно робкие. Пара сумела продвинуться вниз за неделю на 230 пунктов. Но затем покупателям удалось вновь поднять курс британского фунта в коррекции к предыдущему снижению. Таким образом, пара практически вернулась в ценовую зону начала недельной торговли. Тем не менее, эта коррекция укладывается в структуру нисходящего волнового движения валюты. И далее мы ожидаем возобновления снижения пары в направлении нижней границы начального треугольника. Целевые уровни снижения 1.6082, 1.6054, 1.5973, 1.5896, 1.5808 и, возможно, ниже. Владимир, а какие макроэкономические показатели, выходящие на следующую неделю, могут быть интересны участникам торговли? В экономической статистике следующей недели можно выделить публикации в понедельник предварительных данных из Японии по приросту ВВП за третий квартал, а также месячные изменения объема розничной торговли в США. Во вторник интерес инвесторов привлекут данные по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. А кроме того, октябрьские индексы производственных цен в США и потребительских цен в Великобритании. В среду стоит обратить внимание на объем разрешений по новому жилищному строительству, выданным в США, и количество закладок новых домов за октябрь месяц. Интерес представляют также изменение количества заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и публикация протокола последнего заседания Банка Англии по кредитно-денежной политике. В четверг особое внимание рынка вызовут данные из Великобритании по объему заемных средств государственного сектора и месячному обороту розничной торговли. Кроме того, традиционно в этот день инвесторы ожидают данные из США по количеству первичных и вторичных обращений за пособием по безработице. В пятницу основными событиями дня станут выступления председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке и президента Европейского центрального банка Жан-Клод Трише. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов В ходе состоявшейся онлайн-конференции и банкер.ру участники рынка озвучили свои прогнозы по изменению количества российских банков в течение ближайших двух-трех лет. Судя по динамике, отзывы лицензий в последние годы, ужесточению требований к уставному капиталу, вряд ли процесс сокращения количества банков пойдет скачкообразно. Эксперты сходятся во мнении, что количество банков в ближайшие годы останется на уровне около 800-900 кредитных организаций. С этой точки зрения согласны управляющий директор, руководитель департамента инвестиционно-банковских услуг Банка Открытия Яна Тульчинская, генеральный директор проекта Банк Банков Аркадий Изюмов, руководитель проектов департамента банковского консалтинга и сопровождения процедуры покупки и продажи банков в консалтинговой группе Неоцентр Евгений Трусов. Полностью материалы онлайн-конференции M&A на переломе читайте на сайте банкир.ру. Приоритеты, способствующие развитию финансового IT-сектора, в интервью банкир.ру прокомментировал генеральный директор Комкор Акадо Телеком Леонид Гуштуров. Он перечислил основные моменты, от которых зависит эффективность бизнеса. Во-первых, от современного уровня развития IT-технологии, от того, какие сейчас востребованы системы, услуги, сервисы, подходы. Во-вторых, важна структура банка. Есть ли у него филиальная сеть, где она расположена, как функционирует, каков вообще масштаб деятельности кредитной организации и так далее. Хочу подчеркнуть, что банковский сектор является одним из самых высокотехнологичных среди множества компаний различных отраслей. Высокотехнологичность заложена в самой сути банков. Успешная масштабная работа невозможна без качественной автоматизации бизнес-процессов. Поэтому спрос на IT-услуги со стороны кредитных организаций всегда будет высок. Полностью интервью с Леонидом Гуштуровым читайте на сайте банкер.ру. 17 ноября банкер.ру совместно с журналом BDM «Банки. Деловой мир» проводит онлайн-конференцию «Статус клиента», посвященную VIP-банкингу, приват-банкингу и эксклюзивным банковским продуктам. Задать свои вопросы экспертам можно на сайте банкер.ру. Подробнее об этих и многих других темах финансового рынка читайте на сайте банкер.ру. А мы прощаемся с вами и желаем вам успешной финансовой недели.